Значит, хотелось бы отметить, что программа производительность 2020 была запущена в 2011 году. Оператором программы производительности является АО «Калстанский институт развития индустрии», администратором программы, которого является Министерство индустрии и новых технологий. Значит, условием программы это предприятие, которое соответствует приоритетным секторам экономики. В рамках программы производительности 2020 есть приложения 1 и 2. Первое приложение – это перечень приоритетных секторов экономики. И приложение 2 – это перечень планируемых выпусков продукции. Значит, этим критериям должны соответствовать предприятия. Также это финансовая устойчивость предприятия и наличие собственного комплексного плана. Что подразумевает комплексный план? Это стратегический план развития предприятия, то есть его текущее состояние предприятия описывается и пути его развития. На сегодняшний день в программе 43 проекта. Из них 7 проектов – это по городу Алматы. Это такие проекты, как ТО Алматинский вентиляторный завод, МБМ Кировец, ТО Жилдескинан, Алматинский завод тяжелого машиностроения и так далее. Значит, на сегодня в рамках программы производительность 2020 есть три инструмента меры государственной поддержки. Это первый инструмент – возмещение за разработку или экспертизу комплексного плана. Второй инструмент – это долгосрочное лизинговое финансирование, оператором которого является АО «БРК Лизинг». И третий инструмент – это инновационные гранты. Оператором данного инструмента является Национальное агентство по технологическому развитию – АО «Натар». В свою очередь, инновационные гранты подразделяются на четыре гранта. Грант на повышение квалификации за рубежом, грант на привлечение зарубежных специалистов, грант на привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций и грант на внедрение управленческих и производственных технологий. В итоге получается четыре гранта. На сегодняшний день грантов инновационных существует девять. Из них четыре предоставляются в рамках программы «Производительность-2020». Гранты предоставляются по приоритетным направлениям, которые определяются на три года. Сегодня в рамках плана совместных мероприятий по реализации ГЭФИР, а также по реализации программы «Производительность-2020» кематом города Алматы совместно с АО «Казахстанским институтом развития и индустрии», а также с БРК «Лизингом» был организован семинар-совещанием. Цель данного семинара-совещания – это презентация условий и механизмов реализации программы «Производительность-2020». Продолжение следует...